Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я решила снять немножечко шок-контент на свой канал, просто какое-то безумие, и как видите, у меня на столе лежит куча всяких вкусняшек для животных, для собачек и для кошечек, и нет, я не буду кушать эти вкусняшки, я их просто хочу замешать абсолютно все в слайм, и посмотреть, собственно говоря, что из этого получится, я заметила новую такую фишку на ютубе, все постоянно что-то замешивают, слайм, какую-то еду, но человеческую еду я пока что не хочу мешать, я хочу попробовать именно с вот таких вот всяких вкусняшек для наших любимчиков, для наших животных, я тут некоторые вкусняшки специально купила для этого видео, например, вот эти я отобрала у Бакса, надеюсь, что он не против того, чтобы я сняла очередной эксперимент на свой канал, в общем, ладно, не буду долго болтать, давайте скорее начинать, у меня здесь есть уже подготовленная основа белая для этого видео, но вернее сказать, это просто белая основа, не вся, конечно, для этого видео, потому что здесь ее 6 литров, вы посмотрите, сколько ее здесь, это реально 6 литров белая основа, и сейчас я вам ее покажу, я ее сделала вчера, надеюсь, что она получилась у меня очень классная, вау, она уже у меня на крышечку прилипла, давайте ее растянем, она у меня получилась немножечко матовая, потому что я в нее не очень много добавляла детского масла, и она у меня прям не супер-супер сегодня глоссий, не блестит, но тем не менее, она такая довольно-таки плотная, в общем, мне нравится, я люблю разнообразные белые основы, напишите по пятибалльной шкале, сколько бы вы дали баллов моей белой основе, мне, честно, нравится. Безумно классно хрустит, вы знаете, как я люблю этот звук, ну а теперь давайте я возьму, наверное, просто кусочек, такого, думаю, будет достаточно, и сюда мы должны определиться, что же будем замешивать первое, давайте пускай первый будет не самый трешняк, как, например, желейки, да, а что-нибудь по лайтове, допустим, вот такое вот вкусное лаковство, пати-микс, оригинальный микс со вкусом курицы, печень и индейки, это, как видите, для кошечек, кстати, кто покупал такой, вернее, такое лакомство для своих кошечек, напишите в комментариях, понравилось им или нет, это, кстати, Феликс, ну а теперь открываем и смотрим, что же здесь у нас, а здесь какая-то, по-моему, самая обычная еда, на самом деле, похоже прям на самый обычный кошачий корм, а не на лакомство, но да ладно, давайте заспать, не так-то уж и много, здесь было всего лишь 60 грамм лакомства, думаю, моему слайму этого хватит, прям запашочек пошел, прям надеюсь, вы сейчас тоже почувствуете запах вот этого вот лакомства, на самом деле, пахнет, как самый обычный корм. Упс, упс, все полетело, все неплохо получается, мне нравится, на самом деле, результат, если бы не было еще вот этого вот специфического запаха корма, это было бы вполне такой пригодной добавкой для слаймов, потому что корм, как вы понимаете, такой немножечко жирненький и создается такая, типа, пленка на руках, это нет, не от слайма, а вот именно от корма, от этого, от этих лакомств, ну, и делаем розочку. Кстати, слайм даже приобрел такой нежный бежевый окрас. Давайте попробуем похрустеть. Я придумала, вы будете давать в этом видео оценку просто шок-контентности каждого слайма, то есть, насколько это шок, пишите в комментариях, вот этот слайм, насколько он шок для вас. На самом деле, это не такой уж и шок, потому что корм сухой, он очень похож на всякие бусинки, то есть, ничего прям супер необычного в нем нету, кроме его запаха, поэтому по шок каким-то характеристикам это такая двоечка, на самом деле, даже слайм не испортился, как вы видите. Ну что, убираем его в сторонку, берем следующий кусочек слайма, я еще, кстати, не знаю, что сюда буду добавлять, какую вкусняшку мы с вами добавим. Давайте возьмем вот эти вот штучки, которые я прям отобрала у бакса, это его любимые вкусняшки, наверное, такие палочки для того, чтобы очищать зубы, кстати, тоже от фирмы Фурина, не подумайте, это не реклама. Открываем. И здесь вот такие вот палочки, которые нужно нарезать, у меня есть специально здесь заготовленный канцелярский нож, и давайте скорее нарезать, мне кажется, должны получиться прикольные добавочки. И это был последний кусочек, добавляем в слайм, что-то как-то не густо, да? Возьмем еще одну палочку и также ее нарежем. Еее, я нарезала всю эту трубочку, и теперь давайте скорее добавлять слайм. Это прикольно выглядит. Было бы еще это все более красочное, было бы вообще супер, но теперь давайте замешивать. Похоже на какие-то снежинки, да? Пока что мой слайм еще классно кликает, но сейчас мы это все замешаем. Смотрите, как спрятались все вот эти кружочки в слайме. Теперь давайте забабахаем такую розочку. Они все спрятались, их даже не видно, даже не видно, что что-то добавило в слайм, как так? Он вообще нисколечки не поменялся, он даже не окрасился от этих добавок. Как хрустел хорошо, так хорошо и хрустит. Тут только вот эти штучки немножечко палят контору, то что в него что-то добавили. Но это совсем не шок, но согласитесь, вот эти вот добавки для собак, они очень напоминают какие-то снежинки. И это совсем не шок, я хочу прям шок-шок-шок, шок-слайм. Поэтому пока что эту штучку мы тоже убираем сюда, но даже слайм не покрасился, как так? Хотя нет, подождите, давайте розочку еще раз сделаем. Какая-то она у меня убогая получилась. Ну да ладно, убираем. На очереди следующая порция моего слаймика. Я возьму небольшой кусочек, потому что здесь у меня будут мини-подушечки для кошечек. Называются Dreamies, я вообще их сегодня первый раз увидела в магазине. Я, может, просто не обращаю внимания на кошачий корм, но реально вы пользуетесь такой фирмой для своих котеечек. Я вот первый раз сегодня познакомлюсь вот с этой вот штукенцией. Давайте открывать. Первым делом надо занюхать. Ой, фу, лучше бы я не нюхала. На самом деле пахнет мне очень приятно. И здесь очень-очень маленькие подушечки. Смотрите, они прям крохотные. А внутри этих подушечек должны быть какие-то вкусняшки. Короче, вкусная какая-то ноченька, но пробовать мы не будем. Скорее давайте засыпем слайм лучше. Прикольно. Класс, вот эта порция, смотрите. Обалденно. Она прям разжижает мой слайм, вы представляете? Смотрите, что происходит. Просто он на лету становится очень липким. Это что же в них такое содержится, что это просто разжижает слайм. Вы посмотрите на это. Я в ником шоке просто. Как так? Короче, Денис принес мне активатор, чтобы как-то спасти меня и всю эту ситуацию. Но просто пока он ходил, это все вообще, смотрите, в какие сопли превратилось. Как вы думаете, мне сейчас поможет активатор или нет? Или все уже совсем потеряно и просто эти подушечки вкусные, нежные полностью размягчили мой слайм. Ой, ну вроде бы помогает. Это прям стопроцентные 5 баллов по слайм шок контенту, потому что что еще может быть хуже? Слайм полностью стал как вода. Смотрим на результат, что у меня получилось. Я вымешала этот слайм, постаралась собрать все-все-все со стола, все, что было. И вот, что у меня получилось. Это напоминает на какой-то жидкий корм для кошек, который находится в таких вот пакетиках. Смотрите, здесь тоже должны быть подушечки. И здесь типа такие подушечки в желе. Но зато у него восстановились все его свойства. Он, ну не все кликает, он, конечно, плохо, но, как вы слышали, он приятненько так похрустывал. Все, убираем его сюда в стороночку. Я взяла следующий кусочек слайма для того, чтобы вместе с вами его сначала растянуть. Ну а теперь, конечно же, нам нужно определиться, что мы сюда с вами добавим. У меня осталось вот это, вот это. И еще есть вот это. Оно почему-то ушло в другую сторону. Я думаю, то, что самый жестяк надо оставить на конец. Так что давайте-ка добавим вот эти вот штучки вкусненькие. У меня БАК, кстати, их любит. Так что они реально должны быть вкусненькие. Открываем. И капец здесь здоровые. Вы смотрите, какие прям рулетосы, прям ру-ле-тосы. Красивенько их выкладываем. БАК, прости меня, я порчу твой корм. Все, я думаю, такого количества хватит. Вот эти вот вкусняшки я ставлю БАКСИК. Ну а теперь давайте это-ка все замешаем. Вау, у меня даже получилось, вы представляете, надуть пузырь над этими фрикадельками. Это было в рамках. А если их раздолбить? Нифига, они просто плотные. Представляете, я их не могу даже сжать. Они прям для крупных пород собак. Такое чувство, что я в слайм какие-то камни добавила. Зато смотрите, как прикольно они смотрятся. Короче говоря, как-то так вот. Ну это, конечно, какой-то трэш, потому что смотрится очень неординарно. Бе, мне вот эта начинка вообще не нравится, она такая мерзкая. Ну такое себе на самом деле получилось, поэтому убираем в сторонку. Мне не очень понравилось. Ну и теперь у нас осталась самая жестяночка. Просто это я так не люблю этот корм, в плане того, что когда им кормишь животных, он так сильно воняет. Но ради эксперимента я готова на все. Даже потерпеть этот ужасный запах. Давайте сначала добавим вот этот вот вискосочек. Вот он точно должен сильно вонять. Открываем, затыкаем нос. Как же хорошо, что камера сейчас не передает запах. Это просто жесть, что там. Вообще такое жидкое. Ох, прям как завоняло-то. Фу, это, наверное, будет самый бэтслайм. Это очень мерзко. Теперь это надо замешать. Бэ. Я тоже не хочу это руками трогать. Но я должна, я должна, я блогер. Я должна потрогать кошачий корм. Надеюсь, сейчас слайм не разжижает. Слушайте, это прикольно. Если не думать, что это. Слайм даже такой мягенький становится от этого гуляша. От этой подливки сочной. Но он разжижается. Прям конкретно так и разжижается. Не так, конечно, быстро, как в тот раз. К счастью, у меня здесь есть активатор, который я сейчас пытаюсь взять. И добавляем активатор. И замешиваем это все. Смотрите, как это все выглядит. Максимально противненько. Ну что, вы готовы забабахать розочку из вискос слайма, из которого только что выпал кусочек вискоса? Бабахаем. Та-дам! Спрошу вашему вниманию вискос слайм. Который еще, между прочим, и кликает, и хрустит. Еще и, наверное, растягивается со всей этой... Ух, нифига себе. Нифига, он классно хрустит, мне кажется. Этот ингредиент в виде вискоса добавил особый хруст моему слайму. Одна жесть у нас уже замешана в слайм. Осталась вторая жесть. Это вот такой вот педигри для щеночков. Берем кусочек слайма. Думаю, такого будет достаточно. Берем корм. Стряхиваем его обязательно вот так вот. Открываем. И смотрим, что здесь. О, здесь похожие, похожие такие квадратики. Но давайте. Фу, он так воняет. Блин, извините, простите, он хуже воняет, чем вискос. Я вообще в шоке. Давайте его быстрее просто добавим. Чтобы этот весь эксперимент подошел уже к концу. И, блин, это все закончилось, короче. Какой он коричневый, жесть. Почему он так воняет? Замешиваем. Я сразу добавлю немножко активатора. На всякий случай. Послушайте, как кликает слайм, когда в него добавили кучу корма для щеночков. Он просто хлюпает. Та-дам! С мега розочка! С мега кормом! Педигри! Бэээ! Как это вообще капец! Это прям паутиной такое было? Это было очень нерзко. Ну что, скорее пишите в комментариях, какой эксперимент на сегодня вам понравился больше всего. Больше всего поверх шок, какой был самый противный, какой был самый трэш-трэш-трэш. И не забывайте, каждый эксперимент оценивать в комментариях, на пятибалльной шкале, на прям вот трэшовость. Что было супер-пупер-мерзкое, что было супер-пупер-трэшовое. И, короче говоря, в общем, короче говоря, вы меня поняли. И смотрите, что у меня получилось. Этот слайм очень сильно разжижел от педигрюшки. Хотя я в него добавляла активатор. Я сейчас еще добавлю. Да, такая, конечно, себе идея. Но зато эксперимент, как вы видите, удался. На этом мои безумные эксперименты со слаймами на сегодня подходят к концу. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк. Пишите в комментариях, кто у вас есть кошечка, собачка, кролик. Может быть, там черепашкам будет интересно, какие у вас животные обитают дома. Ну, а на этом все, ребят. Я вас очень сильно всех люблю. Желаю вам классных-классных слаймов. Всем пока!